Привет! Ну что, тестируем наконец-то Mi 10 Ultra, Note 20 Ultra и OnePlus 8 Pro там притесался. Но если честно, я его не особо вижу как конкурента. Снимать будем сейчас 4К 30 кадров в секунду. И причина для этого на самом деле всего одна. Кто-то может сказать, что Mi 10 Ultra пока рано снимать, сырая прошивка. Но вот так вот по первоначальным каким-то тестам вполне даже неплохо. 4К 30 кадров в секунду. И что мы видим? Samsung, OnePlus умеют отдалять. Mi 10 Ultra не умеет ничего. Он умеет приближать. Но вот сейчас мы приблизим. Вот сейчас 5,4х на экране. Но это просто кропс основного модуля. Смотрим, как умеет Samsung. Переключается. OnePlus тоже переключается. Xiaomi не переключается. Чё за фигня? Вопрос. Если же мы переключим на 4К 60 кадров в секунду, то увидим, что Note 20 Ultra почему-то, даже если у него стоит галочка в настройках включенной стабилизации, картинку не стабилизируют или стабилизируют, ну не так абсолютно, как OnePlus или Xiaomi. Переключаемся обратно в режим 4К 30 кадров в секунду, смотрим стабилизацию, но перед началом за быстрый подгон новиночки Note 20 Ultra выражаю респект магазину цифру. У ребят крутые цены, широкий ассортимент и главное, по ссылке в описании при любом заказе можно выбрать подарок на выбор. Ну а за Mi 10 Ultra мы говорим магазину Kit Brand тоже спасибо, а OnePlus 8 Pro это уже моя заслуга. Не все, но какие-то видео я точно залью на файлообменник, ссылка также будет в описании. Что касается стабилизации, вот так посмотреть мне не нравится ну нигде. OnePlus 8 Pro, про него вообще не будем сегодня разговаривать, он будет так как бы для вида просто присутствовать, Поэтому прямо сейчас тебе придется пойти в комментарии и написать где, на твой взгляд, стабилизация лучше. Мне не нравится нигде. Переключаемся обратно 4К 30 кадров в секунду, на дворе вроде день, но я зашел вот куда-то под ветки, тут относительно темно. Странно, мне на самом деле на Samsung никогда фокус не нравился, он был какой-то резкий, но сейчас так, Xiaomi, как будто Samsung мне даже больше нравится. Фронтальная камера Note 20 Ultra Samsung, Mi 10 Ultra Xiaomi и, можно сказать, уже старенький OnePlus 8 Pro. Везде вроде как Full HD 30 кадров в секунду, от дороги может быть немного шумно. OnePlus 8 Pro сразу не нравится, у него какая-то присутствует просто отвратительная дымка, вообще непонятно, что это за дела. Почему-то вот у Xiaomi, по крайней мере на экране телефона, кажется, как будто немного пересвечено, Note 20 Ultra такой, вроде более-менее нейтральный, но цвета тоже не очень нравятся, небо везде засвечено. Ну что, ночная съемка и тут, наверное, стоит напомнить, что я, наверное, лет 5-6 хожу, ходил на Samsung, сейчас, может быть, на него перейду. Xiaomi у меня не было ни одного телефона, это к вопросу от предвзятости, но здесь Xiaomi мне нравится просто, наверное, по всем параметрам больше. Например, у нее может быть чуть-чуть больше шумов на небе, но при этом у Samsung дико шумит на листве и выглядит это как-то, ну, совсем неестественно. Во-вторых, контраст, в-третьих, цветопередача, в-четвертых, смотрим вот внизу на плитку, у OnePlus, у Note 20 Ultra, ну, есть какое-то небольшое, присутствует как будто мыло, на Xiaomi такого нет. Можно еще на свет обратить внимание, OnePlus делает какие-то ненужные блики, Samsung и Xiaomi уже этого лишены, а вот тут внизу все фиолетовое, фиолетовая плитка, Samsung просто, почему он так замылил? OnePlus, ну, неплохо, но опять же, опять же, мне нравится тут больше Xiaomi, пиши в комментарии, согласен ты или нет. Ну что, теперь посмотрим фотографии, они у меня расположены по три фотографии в рядочек, слева, как обычно, будет Note 20 Ultra, посередине Xiaomi, справа OnePlus. Начнем с основного модуля, тут я немножко промахнулся, и OnePlus у меня снялся на ширик, поэтому мы его уберем, посмотрим просто с Samsung и Xiaomi. Что тут можно заметить? Можно заметить, что детализация, ну, вообще-то примерно равна, вообще фотографии очень сняты, похожи. Единственное, по цветам, мне кажется, Samsung немножко приукрасил, потому что здание такое, более пастельного оттенка, Xiaomi, кажется, как будто чуть-чуть более правильного передал, хотя снимок больше мне нравится, наверное. Вот именно здание выглядит более приятно Samsung, а вот небо Xiaomi делает каким-то слишком мрачным. Оно все же было вот как слева, то есть оно было голубоватым, но никак не синим. Идем дальше, рассмотрим сейчас прекрасную девушку. В сообществе канала я, кстати, выкладывал вот такую картинку и спрашивал, где, какая фотография и какая больше понравилась. Особой закономерности я тут не заметил, но, как мы уже поняли, слева Samsung, посередине Xiaomi, справа OnePlus. Ну, владельцы OnePlus точно вы его угадали, потому что он слишком затемняет картинку, если честно, он мне не нравится, ну, вообще. Между Samsung и Xiaomi, наверное, по цветопередаче, по скинтону мне нравится больше Xiaomi, но по работе самого портрета посмотрим на волосы. Как их деликатно обработал Samsung, и как коряво это сделал Xiaomi. Можно сказать, что да, Xiaomi только вышел, но Samsung тоже только вышел. Но, опять же, по цветам, да, тут какая-то желтизна есть на лице, у Samsung не очень нравится. По скинтону Xiaomi, по обработке именно самого портрета, выделения, отделения объекта от фона, Samsung сработал получше. Еще несколько фотографий на основной модуль. Тут будем иметь в виду, что телефоны потенциально еще относительно сырые. Фотографии также закинут на Google Диск, можно будет сравнить самостоятельно. Тенденция такая, HDR у Xiaomi иногда слишком зашкаливает, а минус Samsung слишком ядовитые цвета. Зум. И там, и там по цифрам он одинаковый, оптический, пятикратный, и у Xiaomi он реально зачетный. Но не всегда. Смотрим на статуи и видим, что там, где вроде как должна быть легкая тень, просто откровенная темнота. Samsung в этом плане смотрится получше, но сама статуя получилась смазанная, хотя оптическая стабилизация есть и там, и там. А вот здесь видим, что Samsung нравится немного подмыливать изображение, а с Xiaomi наоборот добавлять резкости. И это как раз мне больше по душе. В общем, пятикратный зум на Xiaomi реально классный. Как и ширик. Если приглядеться из всех трех шириков, только на Xiaomi можно на вывеске в кафе разглядеть меню, это во-первых. А во-вторых, только у Xiaomi он еще и с автофокусом. Селфи-камеры оставлю целиком и полностью на ваш суд, но вот что, что селфи на Samsung мне не нравилось ну никогда. Ни на S10, ни на S20, не сейчас на Note 20 Ultra. Ну и ночная съемка. Эта фотография в обычном режиме с Samsung мне, наверное, больше нравится тем, что свет у него не превращается в какие-то блики. А теперь именно режим ночь, и Note 20 Ultra теперь точно топ. На Xiaomi и OnePlus просто какое-то северное сияние от фонарей, а Samsung тут хорош. Естественно, однозначно, пока судить рано, должно пройти какое-то время, выйти новые прошивки, но уже сейчас видно, что Mi 10 Ultra крайне неплох, хотя и не без косяков. Пиши в комментарии, кто сегодня, на твой взгляд, фаворит, а я готовлю сравнение Note 20 Ultra и Mi 10 Ultra уже по остальным параметрам. Так что скоро увидимся. Пока!